всем привет в эфире программа что если и вопрос звучит так что если бы бог не сотворил наш мир а с нами сегодня эксперт священнослужитель вениамин александрович фролов здравствуйте добрый день как ваше настроение хорошее все замечательно у меня к вам есть вопрос вам нравится придумывать что-то новое что-то необычное да я люблю путешествовать а так как я сегодня уже на пенсии то у меня есть возможность иногда путешествовать прошлом году я ездил из ростова на дону в алтай это почти 5000 километров невероятно вы преодолели такой путь вот и там очень идти вообще алтай очень красивый господь так удивительно создал этот окружающий мир даже не смотря то что грех на земле и там есть одно такой источник который меняет свой цвет такое небольшое озеро в котором бьют родники и родник он когда вот идет выброс воды открывается светлый чуть ли не белый песок он выбивает а потом да а потом на глазах он этот песок начинает как бы скрываться скрываться и покрывает такой темной пленочкой а потом опять этот выброс родник чистый чистый глубина где-то больше метра и опять появляется белый желтоватый песок и также много раз появляется это удивительное зрелище живой родник потрясающе надеюсь что вы в дальнейшем тоже будете путешествовать самое прекрасное время а спасибо за ваш ответ а у нас есть три правила сейчас я вам расскажу о них первое что вам нужно будет ответить за три минуты второе доступно и понятно а третье что звучит один вопрос а значит и один ответ дорогие зрители я повторю вопрос что если бы бог не сотворил наш мир венимин александрович как вы будете готовы я хочу поставить таймер и мы с вами будем начинать хорошо готовы ну если бы бог не сотворил наш мир то мы бы не жили не вас не меня к недорогой лизы не было бы здесь на этом свете господь мы верующие люди и библия говорит о том что господь в любви своей сотворил этот прекрасный мир и не для того чтобы люди страдали болели и умирали наоборот на первых страницах священного писания библии господь говорит что господь сказал что создал очень красивым этот мир прекрасным и создал красивую зелень зверей и сказал человеку плодитесь и размножайтесь и наполняйте всю землю и господь назначил человека управителем ого важная должность у бога была мечта сделать человека на земле красивым жизнерадостным и счастливым но человек не послушался вот так бывает согрешил и если бы господь не сотворил этот мир то мы видим смотрите что происходит деятельность человека иногда приносит огорчение не только самому человеку но многим другим людям сегодня из-за злобы из-за неприязни происходит войны и не только между людьми между человеком и человеком но между государствами война это потрясение война это горе война это страшно бог не хотел этого и не хочет этого грешный человек не способен создать счастливый счастливую жизнь на земле но господь хочет дать человеку счастье поэтому он через свое священное писание открывает человеку свою любовь заботу и всемогущество посмотрите на окружающий мир как вот на этот родник господь создал этот окружающий мир для того чтобы человек глядя на этот мир на голубое небо огромные леса текущие журчащие чистые реки хочет чтобы человек радовался и наслаждался этому но человек иногда в злобе своей неприязни причиняет друг другу зло и боль это плохо господь этого не хочет если бы господь не создал мир то нас бы с вами не было никого бы не было и не было бы этого окружающего красивого мира спасибо большое за ваш ответ у нас остается буквально 10 секунд то есть получается самое горестное что мы бы не увидели этой красоты как вы сказали алтай и я вот недавно была в архизе в горах и как раз таймер я понимаю что это невероятное божье творение когда ты смотришь ночью а там звезды и ты видишь и понимаешь насколько их много спасибо большое за ваше размышление мы ждем вас следующих наших передачах здесь вам у нас понравилось спасибо интересные вопросы спасибо дорогие друзья если бы бог не сотворил наш мир то меня тебя смотрящего сейчас не было бы не было бы красоты которые мы можем видеть и путешествовать изучать языки и и знакомиться с другими людьми поэтому мы должны быть благодарны богу мы будем с вами прощаться до новых встреч